Детский хоккей на взрослом уровне. В Чувашии стартовал республиканский этап всероссийского турнира «Золотая шайба». В течение трех месяцев за победу на льду будут бороться около 900 юных хоккеистов из всех районов региона. На первом матче побывала наша съемочная группа. Неожиданные передачи и хитрые маневры, опасные столкновения и непредвиденные падения. Хоккейные страсти плавят лед буквально сразу после первого вбрасывания шайбы. Клюшки скрестили юные хоккеисты двух новочебоксарских команд «Спутник-1» и «Спутник-2». Ошибка в передаче, опасный момент. Гол. 1-0 в пользу первых. Впереди еще два периода по 15 минут. Соперники как вообще знают? Нормально. Не так сильно, как мы, но нормально. Мы техничнее, быстрее. Все, спасибо, у нас вперед. В гонке за шайбой мальчишки 8-10 лет выкладываются по полной. Гонят вперед и трибуны, болельщики, родные и близкие хоккеистов. Очень напряженная игра. То есть дети играют на равных, по сути. Ворота соперников мальчишкам «Спутника-1» удалось поразить пять раз. «Спутник-2» оказал должное сопротивление и даже забил один гол, но серьезного натиска выдержать не смог. Бегать туда-сюда. Что помогло запить гол? Товарищи помогли. Соревнуются ребята в трех возрастных группах. Младший, средний и старший. Сначала проходят муниципальные, республиканские этапы, затем всероссийские финалы. Весь хоккей начинается, что в советские времена, что сейчас, наверное, все-таки золотой шайбы. В первую очередь это дисциплинирует ребят. Ребята живут на своем спортивном режиме. И мы знаем, что у нас многие ребята, которые играют и в хоккейном клубе «Чебоксары», и в других регионах за хоккейной клубовой шейлиги, свои первые шаги делали именно в золотой шайбе. Победителям расслабляться некогда. Впереди жаркие баталии. Финал золотой шайбы пройдет в конце марта. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика.